В изобразительном искусстве маловоенной тематики решила куратор проекта «Холст масла» Татьяна Бердникова и предложила эту несправедливость устранить. На призыв откликнулись художник Александр Вербин и фотограф Полина Солодова. Итог мы видим на выставке «Спецы», которая открылась в Доме национальностей. Герои работ – офицеры спецназа «Ураган» в Синроссии по Ивановской области. Самое главное – это то, что это все-таки такая закрытая структура, и рисовать портретные такие варианты здесь не пройдет. Здесь вот в том, как они и работают. В этих масках они везде и работают. А мне это и понравилось. Проект «Холст масла» показывает человека в труде. А такой тяжелый и изнурительный труд, как у офицеров спецназа, заслуживает особого внимания. В каждом из нас живет вера в то, что наши защитники могут все. Это такие суперлюди, которые могут и пробежать 100 километров, и поднять там, и… Ну, сами знаете, что они могут. И, в принципе, во время тренировок, во время марш-броска мы увидели, что они действительно очень сильные. Единственное, что, увидев все это, мы поняли, что хотелось бы встречаться с этим только на тренировках, чтобы этим и ограничивалось. Главное, чтобы не встречаться с этим в жизни. Для своих работ художник Вербин выбрал желто-зеленую цветовую гамму. Его картины получились немного нереалистичными, как кадры со стариной пленки. Это, по мнению автора, создает особую атмосферу. Работать со спецназом было непросто, но интересно. Собирая материал, художник даже участвовал в марш-броске. Меня удивило только то, насколько они сильные. Потому что вот 25-30 килограмм на себя одеть, и 25 километров, 25-30 километров, когда ты бежишь, потом приседаешь, потом падаешь, отжимаешься, потом ползешь, потом там всякие эти дымы и защита такая, и они все это решают. Вот это не может не удивить. Эта выставка – только начало большого проекта художника Вербина. Впереди еще много работ, посвященных мужеству и выдержке бойцов спецподразделений. Увидеть картины и фотографии можно в течение месяца.